Привет. Сегодня будет продолжение предыдущего видео. Не знаю, смотрели вы или нет, но я показал там, как 12 лет назад, в 2008 году, мы верстали без флексов, без гридов, без вектора практически, используя таблицы, какие-то хаки для E6, JavaScript, CSS. Ну, в общем, если вы не смотрели предыдущее видео, обязательно посмотрите. Я подожду, правда. Смотрели? Ну, честно, да? Ладно, верю. Продолжаем. Так вот, я обещал в предыдущем видео, что я покажу решение, которое адекватно выглядит в 2020 году. И все-таки быстро вспомним, как это все чудовищно выглядело 12 лет назад. Ну, точнее, довольно даже интересно, но явно устаревше выглядело, да? Так вот, чтобы сделать вот такой вот балун с хвостиком в нужных координатах, использовались таблицы, использовался очень сложный CSS, там всякие conditional comments для E, хаки, JavaScript, странные теги типа I вместо кнопок. Ну, в общем, все было довольно-таки страшновато. Вместо этой реализации я сделал другую, которая выглядит очень похоже, вы могли заметить во время переключения, и исповедует примерно те же самые принципы, но некоторые проблемы еще исправляет. Прежде чем переделывать что-то, мне нужно было найти исходники. И, к счастью, к счастью, PSD-файл, на основе которого я делал эту верстку 12 лет назад, сохранился в том же самом архиве. Я, в общем, храню все, что, наверное, не стоит хранить. Тем не менее, у меня был оригинальный PSD-файл со всеми векторными файлами, градиентами и так далее, поэтому я успешно его расковырял, не очень успешно или не очень просто перенес его в фигму и на основе этого уже продолжил. Сходим в фигму и посмотрим. Так выглядел оригинальный растр, с которым я работал. Ну, то есть я его сюда сначала кинул и подумал, что на основе него я сверху перерисую все в векторе. Но потом я, к счастью, нашел сам вектор и начал использовать его, а не растр. У нас здесь векторная версия того, что я взял с исходником. Смотрите, она теперь, ну вот, совсем векторная. Смотрите, как она красиво и классно увеличивается. И кнопочка адекватная со сглаживанием и так далее. То есть здесь все здорово и хорошо. Это потребовало некоторой ручной работы. Не все в исходнике было идеально, но я попытался перерисовать максимально близко к оригиналу. В итоге у нас вместо растровых кусочков верхней части, хвостика, боковой и так далее, и так далее, есть нормальные векторные исходники. Это значит, что, во-первых, мы можем экспортировать у него какие-то SVG-части, то есть в векторной графике, и использовать их у себя в верстке. Но кроме SVG есть еще другой нюанс. В 2008 году я не мог использовать border-radius даже. Рамку, box-shadow, вот подобные свойства. Они были не кросс-браузерные достаточно в те годы, если вообще существовали какие-то из них. Я уже, честно говоря, плохо помню, что там тогда поддерживалось. По-моему, были проблемы с border-radius в браузере Opera или нет. Ну, в общем, неважно. Не было border-radius адекватного. А сейчас есть. То есть всю фигуру необязательно рисовать вектором, правда? Мы можем просто взять, круглить уголки, добавить рамку, и все заработает само. Примерно так же я и сделал. Вернемся в редактор и откроем авто, то, что стало. Видите, весь cset-код поместился здесь. В новой версии я привел пример с тремя балунами разных размеров, с разным контентом, немножко по-разному спозиционировали. Так вот, в основе всего этого лежит балун пади, у которого просто border 1 пиксель и border-radius 9 пикселей. Как видите, это все значительно упростило. У меня просто есть один элемент, из которого нужно схвестить хвостик и под него каким-то образом положить тень. Ну, то есть, в принципе, задача становится довольно-таки простой. У нас корневой элемент довольно интересный. Это блок балун, у которого размеры 1 на 1 пиксель. Да, то есть наш блок находится вот прямо здесь, и он очень маленький. И именно он позиционируется. А внутри него уже спозиционирован снизу и справа основной блок с контентом. То есть, получается, что я задаю внешнему блоку координаты, и он встает, где нам нужно. Это было использовано еще в 2008 году, и я тот же самый принцип применил здесь. Классно работает. Но если overflow hidden не добавлять, то блок прекрасно показывается, а основа его позиционирования остается там же. Классно, прямо вот в хвостике. Очень удобно. Ну, и теперь посмотрим на HTML. Как вы видите, он стал значительно проще. У нас здесь есть корневой элемент, тот самый, который однопиксельный. У нас есть непосредственно body, то есть вот эта вот вся белая плашка. И у нас есть кнопка. Вот это кнопка, которая наконец-то кнопка, а не i title закрыть. У нас это нормальный button интерактивный, которым можно пользоваться с клавиатуры. Как видите, я прохожусь с клавиатуры, и если бы тут был JavaScript, можно было нажать и закрыть. Ну, скриптов я не писал. Главное, что я сделал доступный компонент. Но смотри, у тебя есть HTML элементы для коробочки, для кнопки, для точки позиционирования, и все. А где же хвостики, где же тени? А это все ушло в псевдоэлементы. То есть я просто взял и кинул туда два псевдоэлемента, которые получают тень и становятся еще хвостиком. Давайте посмотрим. У меня непосредственно у body before один псевдоэлемент является хвостом. Вот этим он свисает снизу. И другой псевдоэлемент, авто, является тенью, которая лежит за. Давайте мы закомментируем вот эту часть блока, чтобы было понятно, что является тенью. Раз, видите, тень исчезла. Ее нигде нет. А теперь закомментируем сам хвостик. И что получится? Раз. Видите? Когда картинки нет, она еще не успела загрузиться. PopUp выглядит вполне себе нормально. То есть он не разваливается, не взрывается. Он вполне себе рабочий. Картинка загрузилась. Раз. Хвостик появился. Загрузилась вторая картинка. Появилась тень. И это самый мой любимый способ того, как компоненты загружаются, рендерятся потихонечку, потихонечку. Что-то новое появилось, он стал лучше. Он улучшается с каждым ресурсом, который пришел. Бывает ситуация, когда крестик для кнопки, например, нужно иметь сразу же, чтобы было понятно, что на эту кнопку можно нажать. И вот тут, да, в нашей кнопке, наверное, стоит заинлайнить SVG, который используется для крестика. А что с хвостиком? Как получилось его вот так вот выделить из балуна, чтобы он, ну, в общем, так классно наложился и совпал с рамкой? Давайте посмотрим. Вот, смотрите. Я взял фигуру, вошел в редактирование и удалил все лишние точки. То есть прямо вот выделил и оставил только точки, необходимые для отрисовки хвоста. И в итоге у меня получилась вот такая вот шейпа, у которой верхняя часть соединяется и замыкает ее. Вот это стало фигурой, которую я экспортировал в SVG. Даже с этой фигурой векторной все не так просто. Если я ее экспортирую как есть, то есть вот так, то она встанет рядом с рамкой, или даже если наложится на рамку, то получится, ну, вот, замкнутая рамка. А мне нужно, чтобы белое переходило в белое, чтобы он накладывался и было, ну, все правильно. То есть фактически мне нужно взять и эту фигуру сдвинуть так, чтобы рамка исчезла за пределами ее порта. Нужно просто нарисовать такой артборд, который бы смещал нашу фигуру, позиционировал его относительно артборда на полпикселя выше. Я попытался сделать это в фигме, как будто бы получилось, но при экспорте фигура все равно указывала не тот вьюпорт. В итоге я этот экспорт открыл в иллюстраторе, немножечко подкорректировал, вытащил наружу, и уже экспорт из иллюстратора сработал нормально. Ладно, хвост есть, он свисает, позиционируется, все здорово. Что с тенью-то? С тенью довольно интересно. Давайте откроем файл shadow.svg и посмотрим, как он устроен. Смотрите, в чем интерес задачи. Возможно, не самые очевидные с первого взгляда. У нас есть прямоугольник, который ресайзится по контенту. Border radius у него написан в CSS. Он не зависит от размеров этого блока. Он просто фиксированный 9 или 4 пикселя. Я уже забыл. У нас есть рамка, которая тоже не зависит от размеров контента. Было бы странно, если бы контент становилось больше, и рамка бы становилась меньше от этого. Или что-нибудь такое глупое. И у нас есть хвостик, который просто свисает. Он фиксированный. У него нет никакой зависимости. Он вообще никак не меняется. Все здорово, классно. А еще у нас есть тень. Тень у нас фиксирована по высоте, но резиново по ширине. То есть, если у нас меняется ширина контента, или ширина нашего вообще этого попапчика, балуна, то тень должна масштабироваться в ширину. Кто-то из вас наверняка понял подвох, кто-то, возможно, еще нет. Дело в том, что SVG так не работает. SVG — это формат графики. И там вот вся целиком картинка, она умеет масштабироваться, становиться больше, становиться меньше. В SVG можно сделать так, чтобы рамки не масштабировались, но все остальное масштабируется. То есть, у нас столкновение мира CSS и мира SVG здесь, в общем, практически невозможное. Мы хотим, чтобы наш SVG ввел себя как CSS. И тут, конечно, получаются очень странные вещи. Вроде бы это невозможно, но вроде бы можно попробовать. Давайте начнем с редактора. Попробуем понять, как наша тень это устроена. А потом вернемся обратно в код и посмотрим, как мы можем имитировать это устройство тени. Вернемся в Figma и посмотрим на устройство нашей тени. Вот она. Но в целом она довольно простая. То есть, вот векторная фигура, несколько точек, чуть посложнее хвостик. И хвостик нас здесь отдельно не особо-то интересует. У нас градиент идет сквозной через все это. Я на самом деле думал, что можно было бы отрезать хвостик, отдельно эту штуку сделать, отдельно хвостик, потому что он не масштабируется. Но градиент-то сквозной. Состыковать его будет довольно-таки сложно. И плюс вот здесь вот тоже, знаете, непростая штука, чтобы имитировать на это на CSS. Здесь ровная часть, здесь скошенная часть. И я решил, вместо того, чтобы упрощать дизайн, лучше попробовать эту задачу решить. И ровно так, как мы делали в 2008 году, делили графику на части, потом стыковали среднее резиновое, а боковые фиксированные. Ровно так же я решил эту проблему с SVG. И казалось бы, что в SVG это сделать невозможно. Но я нашел способ, как это провернуть. Получилось многовато кода, получился сложноватый код. Ну ладно, ладно. Сначала подготовим наши боковые части. Они ведь у нас фиксированные должны быть. И, наконец-то, вот эти наши боковые части. Я их покрасил черным для удобства, потому что потом градиенты все равно задавать уже кодом. Левая часть, правая часть. Если вернуться в код и посмотреть, то у меня здесь есть отдельный файл для тени, но нет отдельных файлов для левой и правой части. Я их совместил в одном файле. То есть внутри файла shadow.svg есть path.left и path.right. Каждому из них задан айдишник. Айди.left и айди.right. Этот айди дает мне возможность их использовать где-то еще. Я беру левую часть моей тени, беру правую часть моей тени и использую с помощью тегов use. То есть здесь у меня use href right, use href left. И здесь у меня их координаты. x 0, y 0. Здесь x 100%, y 0%. А здесь еще transform, translate, минусе. Что это такое? Дело в том, что в svg нет такого понятия, как спозиционируйся от правого края. То есть right 0, bottom 0. В svg координаты можно указывать только относительно x и y. То есть слева и сверху. Даже если я могу использовать x 100%, я всего лишь спозиционирую мой блок так, что он будет начинаться там, где будет заканчиваться, ну то есть вьюпорт по сути. То есть он будет смещен за пределы вьюпорта. Это нормальное начало, потому что теперь я могу вернуть его обратно на его ширину. Смотрите, атрибут transform, как в CSS, только в синтаксисе немножко другой, делает translate, то есть сдвигает его обратно на 71 пиксель. То есть если я сейчас уберу этот атрибут, у меня правая часть тени исчезла, потому что она за пределами вьюпорта здесь. Добавляю, возвращаю, она ее компенсирует. Окей, правую часть тени я собрал, левая стоит нормально. А средняя что? Ну вот, x 44, y 0, ширина 100%, высота, ну вот такая вот, какая у меня на макете, а здесь начинается какая-то дичь снова. В SVG нет возможности сказать слева столько-то пикселей и справа столько-то пикселей. Ты можешь сказать только слева столько-то пикселей, и твоя ширина какая? Ну то есть 100% минус то, что слева, минус то, что справа, ну да, получается тот самый calc, который я здесь и использую. То есть я беру всю ширину вьюпорта, отнимаю отступ слева, отнимаю отступ справа и задаю ширину моей средней части. Да, той самой, которая будет здесь. То есть я учитываю ширину правой части, учитываю ширину левой части и рисую здесь что-то похожее. То есть по умолчанию у меня левая часть, средняя часть и правая часть прекрасно встают там, где мне нужно. Но дальше начинаются всякие сложности. Что за clip path, id shadow и вот это все. Не очень понятно. Дальше еще сложнее. Хотя, знаете, мне кажется, самые хаки мы уже прошли. Дальше нужно просто разобраться в SVG. Программист на SVG, как интересно. Так вот, что у меня здесь происходит? Я беру прямоугольник, и говорю ему, твоя высота и ширина 100%. Ну, то есть viewport целиком, по сути. Я использую элемент rect. Я заливаю его градиентом, ровно такой, который я взял с макета. И у меня, по сути, получается прямоугольник, залитый нужным цветом. Давайте, может быть, посмотрим, как это все на самом деле работает. Если я уберу отсюда атрибут clip path и сохраню, вы увидите, что у меня здесь исключительно градиент, и моя тень не имеет нужной формы. Я возвращаю маску, и она определенным образом обрезается. Если посмотреть на хвостик, вы увидите, что здесь то самое темное начало градиента, которое немножечко высветляется к его концу. Ну и как этот градиент, собственно, работает? Заливка, URL градиент, и здесь у меня в синтаксисе SVG описан градиент. Я очень боялся, то есть у меня мысль уже появилась, но я очень боялся, что вот подобное сочетание фигура слева, фигура справа, прямоугольник посередине, и у каждого какое-то там смещение, какое-то позиционирование, какие-то калки и все это остальное, что вся вот эта вот машинерия, вся вот эта вот сложная фигура не сработает как маска. Но выясняется, что прекрасно сработало. Я беру мой прямоугольник, залитый градиентом наверх, и кладу сверху маску, которая очень сложно конструируется из трех частей, и оно прекрасно накладывается и маскируется. И завершается все это тем, что у меня ширина 100%, а высота 149. Поэтому, когда я изменяю ширину моего блока, он прекрасно на это реагирует. Как вы видите, здесь я могу уменьшить количество текста, и тень прекрасно среагирует. Она будет фиксированной по высоте, но резиновой по ширине. Отменяю. Все возвращается на место. Кроме того, что я разрезал векторные фигуры, программировал на SVG, я еще немножко улучшил этот балун, потому что в изначальной реализации он был не идеальный. Давайте посмотрим, какие у него были недостатки и как я их исправил. Если мы посмотрим на то, как было устроено все в предыдущем примере, мы заметим, что при уменьшении контента до буквально двух букв начинаются очень неприятные приключения. Смотрите. У нас тень обрезается, у нас тень начинает лезть наверх, хвост вообще сломался. Ну, в общем, не очень красиво. Тут совершенно очевидно напрашиваются минимальные размеры, которые соответствовали бы этой тени и этому устройству графики. Именно такие минимальные размеры я и задал. Я учел тот момент, когда у меня левая и правая половинки тени стыкуются, и между ними остается никакого расстояния. Учел высоту тени, чтобы она была где-то здесь, и в итоге получилось, что минимальный размер этого попапа у меня, ну, вот такой, какой он получился. Я его отдельно указал в CSS. У меня балун body имеет min-width, min-height, чтобы графика не обрезалась и ничего с ней не случалось. В итоге получается, что задача-то 2008 года была не такой уж и простой. И не зря там были использованы таблицы, не зря там сложно комбинировалась графика. И, возможно, вам даже решение 12-летней давности покажется сравнительно простым по сравнению с тем, что я тут напрограммировал на SVG. Но, знаете, мне кажется, проблема в том, что большинство не разбирается в SVG так хорошо, чтобы делать такие же интересные вещи, как вы делаете на CSS. В CSS что-то подобное сделает ну любой фронтендер с минимальным опытом. Там калки, ширины справа-слева, вот эта вот средняя часть, боковые уши какие-то. Легко вроде бы, да? В SVG, о, господи, градиенты, маски, клипы какие-то. Очень мало специалистов по SVG сегодня. И, возможно, есть другие реализации. И если вы сделаете что-то подобное на основе этих исходников, ну, вперед, я буду рад посмотреть, как вы реализуете то же самое, например, без SVG, или по-другому, или проще, или интереснее, или кросс-браузернее, или да как угодно на самом деле. Да хоть на Canvas и рисуете, тоже будет интересный челлендж. Но это все на сегодня. Спасибо, что посмотрели. Напоминаю, что этот выпуск первым увидят патроны, поэтому если вы хотите увидеть следующий выпуск первым, становитесь патронами. Небольшая сумма денег сделает нас ближе, и какие-то дополнительные штуки, и точно видео днем раньше для всех, это я вам могу гарантировать. Ну, а если у вас и так все хорошо, просто давайте пообщаемся в комментариях, поставьте ваши лайки, дизлайки, подпишитесь, если еще не подписались, и давайте обсудим, что интересного вы сегодня узнали. Может быть, все это уже банальщина, может быть, SVG нельзя так использовать, или что-нибудь подобное. В общем, давайте общаться. И до следующего видео. Пока.